Переходим к рунам и мантрам или ещё что-то уточняем? Да. Просто перед тем, как переходить к рунам и мантрам, связанным с чакрами и связанным со строением тонких тел, лучше всё-таки уточнять все возможные вопросы, все возможные данные, чтобы ты максимально осознанно к этому подходил. Да, и в студии все надо рассматривать. Ну давай, тогда с самого начала пройдёмся ещё раз. Первое. Дух. «Знаходится за межами материи, але думает, что находится в ней». То есть это как, когда человек играет в компьютерную игру, и вектор его внимания погружён в компьютерную игру, но его тело сидит рядом. То он как бы… Он находится за межами материи, але думает, что в ней. Да, то он как бы думает, что он в игре, а на самом деле рядом. А на самом деле даже не рядом, а на самом деле в духовном мире, и только внимание его погружено в материальный мир. Дух знаходится за межами материи, але думает, что в ней. Как это расшифровывается? Ну то есть как человек, вот если он сидит за компьютером и играет в танки. Да. И ему кажется, что он в танке, и что он стреляет, и он кричит «Меня убили!» и всё. Меня убили. Какой убили? Он сидит, вот он нажимает на кнопки. Угу. Он меня убили. Потому что он себя отождествляет с той штукой, что там. А если разотождествится, он воспримет своё отождествление с телом и скажет «О, так меня не убили, я в туалет хочу. Я там есть хочу, и у меня там уже борода до пяток доросла, пока я играл в эту игру». Ну или что-то такое. Как вот мне ужасает всегда пример, что одни своего ребёнка до того довели, что он сидит за компьютером и прямо мочится за компьютером. Что такое дух? Дух – это искра. Это наша личностная частица. То есть это я непосредственно, ты непосредственно. Дух – это то, что… Это ты. Это то, что сейчас… Не твоё мясо. Думая и балакая, нет? Эээ… Да. Балакая сейчас дух, балакая сейчас на тело. Дух… Дух через тело. Дух через тело сейчас говорит с тобой. Да. Мой дух. Нет, не твой дух, ты. Я. Да. Эээ… Так. Но же ты – это и есть дух, а не какая-то неведомая хрень. Эзотерики многие говорят, что нам надо выйти на общение со своим духом. Представляешь, какие идиоты? Как надо выйти на общение со своим духом? Это они, получается, подразумевают, что у нас уже два… То есть это получается, что они настолько не понимают себя, что они себя воспринимают телом. И думают, да, я вот эта хрюшка, которая тело, я хочу мясо, хочу трахаться со всеми, с кем не надо, но пойду изучать эзотерику, найду какого-то духа вот этого там, который валяется где-то у меня в теле. И вот этого духа поймаю и буду с ним общаться. Да, ну вот подобное что-то тому, и надо так разбирать, чтобы я понимал. Потому и… Но на самом деле дух – это и есть я. И не мой дух, не моя душа, а мое тело. А я и есть дух. Ну, как, допустим, тебе же не понравится, если кто-то тебя с рубашкой будет это чувствовать, скажет, что ты рубашка. Ну, правильно. Дух – это искра, но он не материальный. Дух – это искра, это личностная частица Всевышнего. Всевышний – вселенский огонь. Он горит множеством искр. Каждая из этих искр является личностью, является тем или иным существом. Но это в духовном мире. В материальный мир переходя, часть искр заснула, из них была построена материя, часть осталась относительно сознательными – это мы, это животные, это боги, это леги. А часть по-настоящему сознательная – это высшие боги, высшие мудрецы, там, святые. Яки можете у нас на земле быть? Можете. 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 Можете.